В мероприятии примут участие 62 человека с нарушением слуха из Атырау, Актау, Уральска, Актобе и Оренбурга Российской Федерации. Они будут выступать по таким жанрам, как хореография, пантомима, клоунада и пение на жестовом языке. Основная цель фестиваля – привлечение молодежи, инвалидов по слуху, к занятиям искусством и художественной самодеятельности, обмен опытом между творческими коллективами из других областей. Фестиваль это проходит в 15-й раз. В 2004 году первый фестиваль в Актобе начался. С тех пор по западу в Казахстане. Атырау, Актау, Уральс. И здесь в Актобе. Так, по очереди. Цель фестиваля – это общение между инвалидами, занятие творчеством, показать себя на сцене, развить любовь к искусству. Как отметили организаторы фестиваля, на сегодняшний день власти области и города внимательно следят за жизнью инвалидов и всегда идут навстречу людям с ограниченными физическими возможностями. Тем не менее, проблем у людей с нарушением слуха немало, и одна из главных – это отсутствие работы. Хочу сказать, в первую очередь, это региональный фестиваль проводится при поддержке городской власти. Спасибо городскому акимату, городскому управлению культуры. Они берут на себя финансирование. Но наше общество тоже в стороне не стоит. Мы тоже ищем спонсор. Спонсор тоже есть. Примерно нектар спонсор будет. Строительная компания. Достанк строительная компания есть. Потом героинство есть. И спонсор есть. И сами общество поддерживают. Завтра в 10 часов состоится встреча председателей Казахского общества глухих по Западно-Казахстанской области. Для участников фестиваля в этот день будет организована экскурсия в духовно-нравственный комплекс «Анагата-Кзым» и областной историко-краевический музей. Торжественное открытие фестиваля и церемония награждения пройдет в 15 часов в концертном зале городского дома культуры. Антон Пережогин, Мерлана Манжолов. Программа «Факт». Программа «Факт» Программа «Факт»